Итак, уважаемые телезрители, программа Разбудильник у нас с вами продолжается и в студии у нас гости. Гости сегодня будут говорить очень много интересного и познавательного, поэтому запоминайте и отправляйте нам сообщение или даже в студию звоните. Итак, встречайте Анара Алтынсаревна, директор, а также тренер Международной школы ментальной арифметики Исма Кустанай. А также у нас сегодня в студии находится суперчемпион Кален Тамерис, а также Луговской Алексей, 8 лет, представляете, занял первое место. Доброе утро, как ваше настроение? Отлично. Хорошо, начнем с ребят. Давайте. Ждете школу? Да. Что вас в учебе не нравится, расскажите? Наверное, больше всего контрольные. Хорошо, а что нравится? Нравится то, что большие перемены есть. Вот это хорошо. Большие перемены, хорошо. Ладно, ребят, расскажите, как в целом каникулы проходят? Отлично, каникулы отлично проходят. Все, хорошо. Расскажите, пожалуйста, вы ездили, можно сказать, отдыхали и побеждали. Да. Вот, расскажите, куда ездили, что происходило у вас, какое событие? Ну, в общем, у нас школа ментальной арифметики, так как Исма. Мы ежегодно участвуем в Международной олимпиаде по ментальной арифметике. ВАМОС – это ассоциация школ ментальных арифметик. И она проходит ежегодно. В этом году прошла она 5-6 июля в городе Анталия, Турция, где собрались более 45 школ, 18 стран мира и больше 400 детей. И где мы участвовали? Вот 5-6 июля наши детки, 12 человек участвовало. Сегодня только вот у нас суперчемпион и Алеша первое место, которое заняли. А вот расскажите, прям все отправлялись в Турцию? Да, все. Ну-ка расскажите, как там было? Хорошо, жарко, но нормально. Ну, в целом, смена обстановки, как там атмосфера, как принимали вас? Может, что-то вы экскурсии какие-то вам организовывали? Расскажите. Да. Ну, было очень интересно. Спасибо большое за этот развернутый ответ. Это нам полезно. Хорошо. Расскажите поподробнее. Поподробнее про яхту. Вот нас после Олимпиады сразу повезли на яхту, где был как тур по Средиземному морю. Ну, по берегу там. То есть рассказывали о достопримечательностях, событиях? Ну, было, аниматоры, мы практически всю Анталию проплыли. И все. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, о ментальной арифметике. Что это такое, если вдруг кто-то не знает из телезрителей, то есть вопросы, соответственно, возникают. И Одессон, зачем вы это все придумали? Расскажите, пожалуйста, что это? Да, эту методику мы не придумывали. Она пришла к нам вообще с Малайзии. Вообще, это методика для гармоничного развития интеллекта ребенка. Учатся у нас дети с 5 лет и выше. Для чего она нужна? Это не просто быстрый счет. Мы здесь занимаемся... Арифметика – это действие с цифрами. Но здесь идет действие с цифрами все на специальных счетах, которые называются абакус. Сегодня вот не принесли, жалко. Я забыла. Вот, когда ребенок занимается на этих счетах, он не просто для него быстро даются математические действия, но и при этом у него развивается нейронная связь мозга, где мы развиваем очень хорошо, динамично развивается память, объем памяти, сконцентрированное внимание, креативное мышление глубокое такое, что ребенок хорошо начинает думать, потому что он сконцентрирован на каком-то действии и изучении. У него это хорошо потом получается. Далее обязательно здесь логика включается, но и все когнитивные способности и качества ребенка, которые где-то что-то спали. Но при этом, конечно же, еще у детей всегда развивается творческое мышление, воображение, фантазия. Это плюс к тому, что они начинают и рисовать, и что-то придумывать. То есть это очень гармонично все взаимодействует. То есть помимо определенных действий, то еще и какие-то дополнительные функции активируются. Хорошо. Вот расскажите, ментальная арифметика как помогает в учебе, ребята? В учебе вот как раз таки у них развивается объем памяти, в первую очередь. Быстрый счет – это как бонус, но на уроках математики, где нужно быстро посчитать, они быстро все это сделают. Допустим, вот с точки зрения логики они быстрее видят эту задачу. То есть потому что воображают, фантазируют, представляют и быстрее разрешают, нежели вот писать, что-то там придумывать. А эти дети, они более так вот развернуто, быстро мыслят и решают такие задачи. Плюс память. Что они делают? У них правила, стихотворение, все дается очень легко, то есть они легко запоминают. У нас есть сообщение. Доброе утро, программа «Разбудение». Скажите, пожалуйста, моему сыну 6 лет он может к вам записаться? Конечно, может обязательно. Давайте в возрастной категориях расскажем. Смотрите, с 5 лет у нас дети учатся, это ребята, мальчики, девочки, которые у меня учатся, такие джат-то мы их называем, потому что им даем мы азы и математики, для того, чтобы в школу пошли, они знали цифры, мы учим их писать цифры, действия с цифрами, плюс, минус, знак, равно, больше, меньше, но и при этом прибавляем абакус. Они быстрее потом начинают это все соображать, вычислять, понимать цифры. У нас очень хорошо дается единицы, десятки, сотни, то есть на абакусе там очень хорошее разделение есть. То есть умная вещь, скажем. Отлично. Ребята, расскажите, пожалуйста, как долго вы занимаетесь уже ментальной арифметикой? Расскажите. Я занимаюсь около года. А вы? Я закончила где-то 3-2 года назад, а училась с 5 лет. Теперь расскажите, ребята, вот Алексей Прощ сейчас будет ответить на этот вопрос, до того, как занимались ментальной арифметикой, и сейчас лучше стало? Стало лучше. Насколько лучше? Одноклассника помогаете? Одноклассника мне не помогаете. Не помогаете, все себе оставляете, за все знания. Хорошо. Ну, в целом, расскажите, заметили об улучшении и успеваемости в целом в школе? Успеваю иногда. Успеваешь иногда, а у вас? Да. Да, спасибо за развернутый ответ. Отлично, хорошо. Расскажите, пожалуйста, вот много было стран, в которых участвовало, да? И у нас также 45 школ ментальных арифметик, как вы уже сказали, было ранее, было участников более 400. Да. Вот, и, соответственно, у нас есть вот именно призовые места, тут еще и сертификаты на денежное вознаграждение. Расскажите, вот там, таких вот приятных подарков. Да, смотрите, у нас ежегодно, так как вам, ассоциация ментальных арифметик, мы участвуем уже с 2018 года, как была организована эта ассоциация. В этом году, вот, пятый год мы ездим. Каждый год ежегодно нашим суперчемпионом обязательно, это денежные призы, всем участникам, которые, вот, начиная даже от мала до велика, кто участвовал, обязательно рюкзачок, сладкие призы и еще что-то памятное. Вот, в этом году, так как у нас было 12 участников, у нас вот один суперчемпион, 6 чемпионов, 3 первых места и 2 вторых места. Это очень хороший результат, потому что ежегодно Кустанай мы собирали обычно 2 суперчемпиона, но в этом году была очень такая вот сильная конкуренция с других стран, вот, но 1 суперчемпиона мы урвали. Ну все, это же хорошо. Ну и как вы говорили, смотрите, а при течение меня видео показывается сейчас, расскажите об этом вот сюда. Так, это вот наши участники перед входом на Олимпиаду, это вот был там поставлен наш билборд, где вот мы фотографировались, вот наши все участники. Участники у нас были самые маленькие, от 6 лет, вот, самая старшая была Тамерис, вот, Тамерис участвует ежегодно, каждый год и в году по несколько раз, потому что у нас вот даже в прошлом году было 2 раза международная Олимпиада, одна была вот в Египте, вторая была в Астане, вот, и я говорю, столько лет участвую, суперчемпиона на международных Олимпиадах, Тамерис впервые заняла, вот у нас здесь 5 лет, и 7 раз вот участвую, у нас было поставить чемпион, 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 потом в этом году уже вырвали. Суперчемпиона. Да, суперчемпиона. Ну вот у нас, смотрите, первый год как раз-таки, когда только была организована международная Олимпиада, она была проведена в Дубае, следующий год был в Турции, потом была, помните, пандемия у нас, все помнят, затем в 20-м году, в сентябре, организовали опять Дубай, но более-менее, что страна такая, как-то не страшно было летать. Вот, затем вот Египет, вот Турция, то есть у нас 2 раза было в Дубае, 2 раза в Турции, и вот один у нас в Египте. И в Астану. Да, и в Астану это была вот ИСМА, то есть мы же школа, международная школа ИСМА, вот, и она была организована в прошлом году, в ноябре месяце, в городе Астана. Это было международное. Хорошо, вот расскажите, вы же видите все равно детей, которые приходят. Вот когда они приходят, и вот спустя там месяц, два, три, как в целом они меняются? Их восприятие жизни меняется, отношения, может, даже поведение, может, дома как-то в семье даже и ведут себя по другому. Ну, родители сразу замечают, что после месяца обучения, допустим, месяц, там, полтора, дети более активизируются в образовании, то есть в обучении. Они быстрее начинают мыслить, быстрее работать с домашним заданием, справляются быстро с тем, что выучить, прочитать. Ну, то есть у них начинают, они активно начинают учиться. То есть им легко дается все те предметы, которые изучают в школе. То есть сам процесс обучения. Да, сам процесс обучения очень легко. Хорошо. И вот, конечно, ребята, расскажите вот о том, когда вы получали награды свои, вот ваши ощущения. Мне понравилось, я понимаю. Так, у вас? Когда я вышел первое место, я обрадовался очень сильно, от радости даже заплакал после того, как выучили. Хорошо, Лада, вот расскажите свои впечатления. Ну, выходила я с радостью, даже слезы выступили, честно. Как? Понравилось? Понравилось. А мы программу «Разбудильник» продолжаем и, конечно, говорим о ментальной арифметике. И у вас есть в руках счеты, которые магическим образом у нас здесь оказались. Пожалуйста, вот с помощью вот именно этого инструмента производится вычисление. Расскажите, как это происходит, сам процесс? Смотрите, это вот наши счеты, которые имеют у нас 17, видите, 17 этих спиц. На них у нас держатся вот эти вот косточки. Ну и вычисление производится не вот так, это вот я на своих показываю, а дети ложат перед собой. Вот, допустим, вот здесь у нас на одной спице, допустим, цифры от 0 до 9. 0 – это когда вот эта вот наша белая дорожка пустая, свободная. Как начинают косточки наши подниматься, то есть вот уже образует число. Вот, допустим. Вот. Мальчишки. Ой, и Алеша, и Тимирис умеют считать. Он, допустим, сейчас… Покажи так, чтобы мы видели это все, да. Так. Ну, как-то положить надо. Нет, нормально. Нормально, да? Нормально? Нормально. Так, ну, давай просто посчитаем, да. Вот, допустим, 4 плюс 9, 8, 5, 6, минус 9. Сколько? Я забыл, как это включить, чтобы все посчитать. 25. 25. Я верю. Ну, можете проверить. Я верю. 25, все, отлично, хорошо. А вот в школе тоже с счетами находитесь? Нет, нет. Нет, там уже в уме это все происходит. Да, там уже, смотрите, они же, видите, занимаются, если ежедневно у нас тренировка на Абакусе, если они домашние здания регулярно выполняют наши правила, наши режимы, то они через вот месяц-полтора уже визуализируют этот Абакус, представляют перед собой и начинают быстро вычислять. Хорошо, а есть вот действительно правила какие-то определенные, которые нужно выполнять, чтобы ходить в школу? Да, конечно, смотрите, у нас так как 11 в неделю занятия проходит, час 40 занятия, то есть 45 минут первая половина, потом 10 минут и вторая половина 45. Но остальное время до следующего занятия они должны выполнять домашние задания. Домашние задания выполняют ежедневно по 15 минут. Что они успевают за 15 минут решить? Все, закрыли, отдыхают. Но это должно быть регулярно, все 6 дней. Если они соблюдают эти правила, то дети начинают уже потом визуализировать этот Абакус. Представлять, идут калькуляторы, абсолютно не нужен. Вот, поэтому когда у них начинает работать воображение хорошо, воображение за счет того, что они уже представляют Абакус, и вот они начинают быстро считать. Отлично. Уважаемые телезрители, обратите внимание, пожалуйста, на экранах ваших телевизоров. У нас Инстаграм отмечен. Подписываемся, ставим лайк и задаем вопросы, и ходим в школу, и становимся намного умнее и активнее. Вот. И, конечно, хотелось бы еще вот так вот узнать, что еще вам подарили. Давайте. Рассказывайте все подарки, которые получили. Подарили нам турецкие сладости. Ага. Вкусные. Вкусные оправы уже. Еще колонку музыкальную подарили. Рюкзак. Рюкзак. Рюкзаки фирменные, специальные. Да, слава вам, асага. Ну и расскажите про тур. А, еще деньги. Деньги подарили. Тур. Да. Тур нам подарили на 3,5 часа. Это яхта четырехэтажная. Угу. Ну, ты о которой говорили, где они маркли, где все понравилось, там все. Хорошо. И в целом, расскажите, вот вас родные, близкие поддерживают в этом деле? Да. Расскажите, как сильно они вас поддерживают? Писали каждый день нам, побеждай, считай хорошо. Веди себя нормально. Практически такое же. Практически такое же, это хорошо. Ну и вот, когда вот вы приехали, вас встречали тут также родные, близкие, может быть, даже с теми, с кем вы учитесь. И вот ваши впечатления и эмоции, когда вот вы делились. Тоже говорили, все понравилось? Да. Все, отлично, хорошо. Ну, а в целом, как это все происходило? Вот вы победители, вы приехали. Вот ваши вот эмоции. Вот эмоции на то, что близкие обнимают тебя за победу, за такую международную олимпиаду, тем более это моя первая была. Да, у Алеши это первая олимпиада, и он сразу занял первое место. Это шикарно, конечно. Наверное, некая гордость за суперчемпионов. Хорошо, ладно, вот ваши эмоции за ребят, вот расскажите. Ну, эмоции, конечно же, когда... Мы же результаты узнаем сразу же. То есть вот когда провели олимпиаду, мы их отправили отдыхать на яхту. И мы остаемся директора проверять работы детей. И буквально в 12 часов ночи мы уже узнаем результаты. Мы же там все. А им не говорим? Нет. Правильно, так и надо. Вот, конечно же, это... У меня просто сразу слезы за дочь. Календарис, моя дочь, которая ежегодно участвует. Вот, поэтому в этом году в первый раз она суперчемпиона взяла на международной олимпиаде. За всех остальных тоже распирала гордость, что у меня шесть чемпионов. И три первых, и два вторых. У меня третьих мест вообще нет. Вот, и ежегодно вот такие результаты мы даем. Просто для Казахстана, для моей маленькой, небольшой школы, это вообще суперрезультат. Ну, конечно, действительно, вы отправились в другую страну. Там победили, привезли сюда награды. Это хорошо. Ну, и как вы говорили ранее, приняли участие 98 детей, вот именно из Казахстана. Из Казахстана. Да, из городов Алматы, Кустана, Астана, Павлодар, Атерау, Жанаузен, Караганда, Жаркент и Ак-Табе. Правильно? Ак-Табе, да. Вот смотрите, вот, самое больше привезли, у нас всегда Жанаузен привозит, около 30 детей. И вот из Казахстана у нас было сколько? Алматы, Жаркент и я по 12 детей. И остальные города вот по 5-6. Ну, ранее, да, 98 детей вот такие у нас получилось. В общем, 98 Казахстан представляли. И 6 мест и забрали. Мы, смотрите, мы забрали одного суперчемпиона. Потому что каждый город тоже забирал по одному суперчемпиону. Вот. И зарубежные, конечно, забирали тоже. Очень хорошо всегда выступает у нас Узбекистан. У них вот другая методика немножко своеобразная. Затем в этом году у нас добавили много стран. По-моему, было в первый раз, господи, Саудовская Аравия. Да. Ну, таких стран очень много сейчас добавляется. Румыния, Болгария. Просто развиваются люди, думают об этом. Да, да. Очень много стран уже участвуют. Хорошо. И вот, ребята, расскажите очень важный момент. Помимо того, что вы победили, общение с другими ребятами, с других городов, с других стран, какое-то происходило? Может, вы друзей себе нашли, познакомились там? Вот нашел друга Сархи. Вот на награждении он сидел рядом со мной слева. То есть, вот когда мы читали уже, я его встретилась в туалете. И увидела то, что у него вот здесь флаг России, и начал с ним общаться. Чтобы не было языковых барьеров, да, допустим? И вот, вот нашел подругу Сактубе и одну с Павлодара. Отлично. У вас? Я нашла подругу с города Алматы, по-моему. Мы сидели вместе на награждении и как-то завели общение. А вопрос, вот вы продолжаете это общение сейчас? Или оно как-то вот время от времени только? Время от времени. Время от времени. Хорошо. И сейчас наступает тот момент, то мгновение, когда вы можете пригласить телезрителей к себе в школу, а также передать привет своим родным, близким. В целом, пожелать хорошего настроения, ведь сегодня понедельник у кого-то, скорее всего, явно не очень хорошее настроение. Поэтому, пожалуйста, вам возможность, передаем приветы. Кто первый начнет? Алеша, да. Все понятно. Передаю привет своей бабушке, дедушке, сестре, племяннику и брату двоюродному. А в школу будешь звать кого-нибудь? В школу... Приходите в ИСМА. Приходите в ИСМА. Вот, молодец, хорошо. Пожалуйста, Тимильдет. Передаю привет всем своим родным и друзьям, неверное. Приходите в нашу школу ИСМА. Пожалуйста, ваш член. Да, очень приятно, благодарю за приглашение. Да, приходите учиться в нашу школу, в международную школу ИСМА, Костанай. Обучение у нас стоит 14 тысяч в месяц. И наша ментальная арифметика очень хорошо помогает детям от 5 лет, когда мозг пластичный. Он развивает быстро и интеллектуально, и вообще, в общем, помогает детям. Поэтому приглашаю в нашу школу. Приходите, учитесь. Все отлично. Мы желаем вам успехов, побед, как можно больше, чтобы понравилось, вот прям, как можно больше всего в ваших путешествиях. Ну, а мы, конечно, программу «Разбудильник» продолжаем и понимаем о том, что помимо различных ментальных дел, мы с вами должны еще и физически не забывать здоровье свое. Поэтому делаем разминку вместе с нами с программой «Разбудильник».